Первые мои встречи с Российским университетом относятся к 98 году. Это было мое 60-летие. И Леон Макартычевич меня вызвал к себе и сказал, чтобы я пошла в 71-ю школу, там у меня будет первая лекция. Я стала, конечно, Леон Макартычевичу просить, я не пойду, я не приду, но он меня убедил, что надо пойти. Прихожу в школу, 71-ю. Это и Анушик, это и Надириан Роман были. Они меня сразу притянули, эти студенты, которые, в общем-то, глаза их сияли, когда я им читала фольклор. Это первая лекция. И я думаю, ну ладно, Леон Макартычевич, я не буду лекции читать, но эту одну лекцию прочитаю, и все. Он говорит, этот семестр ты будешь вести. Я ходила неделю один раз в 71-ю школу и получала огромное удовольствие от студентов, которые, в общем, слушали эту мая. Они сияли, у них глаза были наполнены счастьем, что вот такой предмет интересный. А вроде бы устное народное творчество не такой интересный предмет был, как мне представляли это. И так началась моя первая любовь к Крау. Студенты, преподаватели, но студентов было очень мало. Потом, дальше уже был прием летом в РАУ. И опять-таки я, значит, пошла на эту лекцию. А Леон Макартычевич я говорила, что нет, я не буду ходить на лекции. У меня большая нагрузка в ЕГУ, и я не могу этого сделать. Но осталась я до сегодняшнего дня. Когда уже РАУ здание-то отстроили, студентов стало больше, они меня просто заворожили. И я сравнивала университетских студентов и РАУ. В первые годы это была одна семья большая. В итоге я осталась на долгие годы в РАУ и получала огромное удовлетворение как от преподавателей, так и от студентов. Причем преподаватели тоже были моими студентами. И до сегодняшнего дня любовь вот между мной и преподавателями, и студентами. Студент, ты меня в коридоре ковид, он, Марвлазна, здравствуйте, как вы, что вы. Когда мое 75-летие было, Армен Размикович пригласил меня на ученый совет, поздравлял. Университет постепенно набирал силу. И особенно кафедра русской литературы. Там, на этой кафедре постепенно появлялись первые кандидаты наук. И, конечно, набирал, вот он, мощь свою. Потому что славянский университет – это один из очагов культуры. Я люблю людей. Будь они студенты, будь они преподаватели, я их люблю всех. И получаю от них тоже удовольствие. Это очень важно. Кафедра меня принимает невероятной любовью. Каждая из них, вот, приходит Сона Саркисовна, целует мне руки. Я говорю, не делай этого, я вас очень люблю. Она у меня писала и диссертацию, я руководила ее диссертацией. Адрине, Дертяна Адрине, она на ковре языка. Тоже вот я защищалась у меня диссертацией. И я рада была, что вот еще один кандидат наук, вот еще другой кандидат наук. И кафедра наполнялась все новыми и новыми идеями. Лидия Суреновна не даст возможности человеку спокойно жить. Она сама все делает. И на кафедру в этом году пригласили молодых специалистов из Москвы, например. И все это, чтобы студентам было бы понятно, что это из себя представляет эта наука. Я всю жизнь работала, чтобы филология была бы главным козырем этого факультета. И лучшие студенты, я говорила уже, лучшие студенты защитились кандидатскими диссертациями. Я получила профессора за вклад в филологию на лекцию как на праздник. Потому что студент должен увидеть, что мне удается одеться красиво. Я одеваю эту одежду и получаю удовольствие. И они от этого получают удовольствие. Я их ценю. Их, чтобы у них тоже развивался бы вкус. Через одежду передается и внутреннее желание быть приятной своим студентам. И мне самой приятно от этого. Что они, ой, как вы красиво оделись. Ой, как вы выглядите морлазанно. Я с удовольствием принимаю эти пожелания. Кстати, каждая лекция волнения. Чтобы было бы им интересно. Чтобы они бы знали, как литературу преподавать. А я предполагаю, я читаю древнерусскую литературу, фольклор. И еще магистров. Разные академические школы, которыми не были студенты знакомы. В ЕГУ, например, я читала лекции. И эти лекции обзнакомили студентов с материалом, которого они не знали. Веселовского, Пропа. То есть Бахтина. Это все я сидела, учила. Писала, чтобы от меня что-то осталось. Или академические школы. И сравнительная литература. Весене вот я книгу привезла, принесла с собой. Чтобы студенты-то видели эту книгу. Как довольно трудно находимую. Я, например, древнерусскую литературу вот в этом семестре читала. И я их приручала к текстовому изучению. Чтобы они знали текст и представляли это. Студенты стали лучше. Им интересно, потому что жизнь на кафедре и на факультете славянском изменилась. Потому что преподаватели, студенты – это неразрывное целое. Студенты могут с любым вопросом обращаться к членам кафедры. И все с удовольствием это делают, помогают. И расширяется кругозор у студентов благодаря своим преподавателям. А каждый член кафедры – это изюминка у каждого из них. И все работают в одном направлении. Быть хорошим преподавателем. У студентов учила, чтобы они были бы в первую очередь хорошими людьми. А литература дает эту возможность стать хорошим человеком, хорошим специалистом. Чтобы эта любовь к детям, к студентам, к ученикам была бы с лучшим временем при провожении университета. У меня папа был известным филологом. У меня мама работала долгие годы в школе. Да, это семейная традиция. Мои дети пошли не по моим стопам. На кафедре самая старшая я. И ко мне относятся члены кафедры как к человеку очень родному, человеку очень близкому. И я вот это ощущаю. Любовь от моих студентов. Я говорю, ну, может, я скоро и уйду. Ой, этого не делайте, пожалуйста. Мы вас очень любим. И это действительно, любовь студентов поддерживает мои силы. Угасающие силы. Я искренне это чувствую. Когда 75-летие отмечали, нас на четвертом этаже стенд установили. Студенты писали мне письма. И желание, чтобы я бы долго жила, чтобы я была бы с ними. А это, в общем-то, конечно, поддерживает угасающие силы. Очень обидно, время пролетело так. А хотелось бы еще быть. Я когда вот в этом году отказалась от ЕГУ, потому что мне уже тяжело в двух местах работать, Лили Цуреновна мне, значит, сделала нагрузку на четверть ставки. И я благодарна была, что я еще какое-то время буду читать лекции. Для меня это смысл жизни. Для меня это мое алиби от всех жизненных неудач.